МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Галина Титарчук. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент России Владимир Путин 12 декабря огласил ежегодное послание Федеральному собранию Российской Федерации. В этом году Конституции Российской Федерации и Федеральному собранию исполнилось 20 лет. Это значимая дата для всей страны, подчеркнул президент. Путин начал свое послание с того, чтобы рассмотреть поправки Конституциям, а именно объединить Верховный и Арбитражный суды. Объединение судов решит основной конституционный принцип. Это равенство перед законом, заметил Владимир Владимирович. Также президент затронул проблемы местного самоуправления. В первую очередь он обратил внимание на беспомощность местных властей в ряде многих вопросов и перекидывание полномочий с одного уровня власти на другой. Необходимо развивать самостоятельность и независимость на местах. Снова стало престижным работать учителем и врачом, благодаря повышению зарплат в этих сферах. Но реформа там еще необходима. Чтобы повысить качество услуг и эффективность расходов, сделал вывод Путин. Президент также поручил правительству провести корректировку перспективных направлений развития науки и техники, призывая сосредоточиться на финансировании исследований в этой области. Своё мнение о послании президента страны высказали министры Чувашского правительства. Прозвучало, что впервые в стране положительно зафиксирован положительный прирост населения. Это с 1991 года. И нам приятно, что в Чувашской республике это тоже положительный прирост зафиксирован. То есть в прошлом году был, и в этом году мы сохранили этот положительный тренд. То есть это, конечно же, здорово. Если говорить о социальной сфере, говорить о том, что новое было сказано, то, наверное, это та задача, к которой поставлена эта оценка, социальная оценка деятельности всех учреждений социальной сферы, социальной защиты и социального блока. Было сказано также о милосердии в сфере здравоохранения, в социальной защите. Потому что, да, много сегодня сделано в здравоохранении, но вот той душевной теплоты, увы, иногда бывает недостаточно. И поэтому был сделан упор на то, что вот эту душевную теплоту и настрой человека работать в сфере здравоохранения нужно воспитывать еще в школе. Поэтому и было сказано о том, что нужно вообще отдавать приоритет для поступления в медицинские вузы тем, кто уже поработал и имеет какой-то опыт работы в лечебном учреждении. Потому что человек, который почувствовал, познал, что это такое, он уже осознанно пойдет в медицинский вуз и, конечно же, потом осознанно будет работать в здравоохранении. Помня об одной из важных статей Конституции 29-й, о свободе мысли и слова, необходимо помнить и об ответственности. И об этом чувстве ответственности, как назвал президент России Владимир Путин нерви и стерни Конституции, он говорил в своем послании. Я тоже присоединяюсь и считаю, что ответственность должна и за сказанное слово, и за свою работу, и за свое здоровье, за страну, если говорить глобально. Конечно, прямого обращения к средствам информации не было в послании, как в прошлом году, но оценка роли журналистов в дни, я вижу все-таки предложение президента о необходимости общественного обсуждения самых важных государственных решений и обязательно народного контроля. Все стратегические планы должны проходить нулевое чтение, на взгляд президента, а это возможно лишь при активном участии в СМИ. Их открытости для всех, подчеркиваю, конструктивных людей и идей. На оглашении послания президента присутствовал и глава Чувашия. Он отметил, что послание Путина очень емкое, увязано с практической жизнью, с нуждами, заботами и чаяниями каждого россиянина. Глава государства поставил четкие задачи по развитию экономики, повышению инвестиционной привлекательности регионов, поддержке моногородов, подготовке профессиональных кадров, улучшению качества медицинского обслуживания и многим другим направлениям, отметил в своем комментарии глава Чувашия. 12 декабря 2013 года в День Конституции Российской Федерации по всей стране прошел Общероссийский день приема граждан уполномоченными лицами. Основная задача проведения Общероссийского дня приема – реализация прав заявителей на получение ответов при личных обращениях от тех, в компетенцию которой входит решение проблем. Прием может быть проведен не только лично, но и с использованием видеоконференц-связи. По данным на 17 часов 15 минут в Мининформполитики поступило 5 обращений. На все данные – устные ответы. Сегодня в эфире Национального телевидения Чувашия смотрите видео-версию торжественного мероприятия, посвященного 20-летию Конституции России. Начало в 21 час. В общий для всех граждан праздник – День Конституции в Чебоксарах прошла Республиканская Олимпиада школьников. Ученики соревновались между собой в вопросах правовой грамотности. Олимпиаду «Я, гражданин России» второй год подряд проводит Центральная избирательная комиссия Чувашии. Об особенностях конкурса – в нашем репортаже. Участники Олимпиады – старшеклассники из разных уголков Чувашии впервые с соседним Ириэл. 31 сборная, в каждой по 5 человек. Готовились мы усердно. Сначала с учителем, потом мы ходили к главному председателю Территоральной избирательной комиссии Батринского района. В фойе каждый участник получает специальный браслет. Это своего рода допуск к Олимпиаде. Мы даем браслетики для того, чтобы проверяющие не знали, как их зовут, а потом, чтобы можно было определить, кто выполнил работу, и определить победителя, так сказать. Такой подход только на руку объективному и справедливому судейству, уверены организаторы. На торжественном открытии ребят всячески подбадривают взрослые. Предстоит ответить на 100 вопросов за 90 минут. Составлены они республиканским циком, подобраны его председателем накануне, после чего отправлены на хранение в сейф. Вопросы связаны с историей государства российского, с историей чувашской государственности, с государственной символикой. Есть часть вопросов, которые затрагивают организацию о проведении выборов. Вопросы мы специально подбираем такие, на которые не каждый взрослый человек ответит. Даже тот, кто профессионально занимается этой тематикой. Но, тем не менее, ребята показывают очень хорошие результаты. Олимпиада чем-то напоминает ЕГЭ. Тестовые задания с вариантами ответов в мобильной шпаргалке под запретом. Правда, отбирать работы у нарушителей никто не будет. Предупреждать тоже. А если заметят, просто отчислят из призеров. Результат Олимпиады Центризбирком подведет через несколько дней, а победители потом пригласят в Чебоксары, чтобы наградить и вручить денежные премии. Ольга Григорьева, Сергей Рябчиков, Республика. В День Конституции народный поэт Чуваши Валерий Тургай провел творческий вечер с учениками 47-й школы столицы. Поэт говорил с ребятами о творчестве, о любви к родине и родному языку. Любой нормальный человек должен гордиться своим народом, своей родиной. И, конечно же, всегда призрали, прежде всего предатели. Предатели всегда призрали и будут призрать. Потому что человек, который предает свою родину, свою семью, своих детей, он не имеет носить гордое имя человека. До того, как получить общественное признание и звание народного поэта Чувашии, Валерию Тургаю пришлось пройти через многое. Борец за справедливость и любитель высказывать в лицо вызывал непонимание у чиновников и власть имущих. Но поэт Тургай не сошел с пути и вложил много сил, чтобы продолжить дело Яковлева и просветить Чувашский народ. Он и сейчас продолжает дело жизни, разъезжает по селам и городам республики и общается с подрастающим поколением. Одно дело читать произведение того или иного писателя по школьной программе, но другое дело все-таки его видеть самого, слышать его выступление. Это совершенно другое. Сужу по своему детскому опыту, когда к нам в школу в Комсомольском районе приехали наши земляки-писатели. Для меня это было нечто, нечто. И сегодня, слава Богу, в нашей республике дети, подрастающие поколения почитают людей творчества, в том числе писателей Чуваши. Все о нем говорят, но практически никто не видел. Речь не о каком-то мифическом объекте, а о так называемом индустриальном технопарке в Чебоксарах. Этот амбициозный проект в столице Чуваши реализуется не первый год, на какой стадии проект находится сейчас, расскажет моя коллега Ольга Пырочкина. Специальную территорию обеспечат источниками энергии инженерные транспортные инфраструктурами, а затем там разместятся и будут работать несколько независимых друг от друга производств. Такова задумка индустриального технопарка в Чебоксарах. Реализовать ее пытаются уже не первый год. В 2013 технопарк таки преодолел стадию задумки. Сейчас на его территории, кстати, несмотря на зиму, идет прокладка коммуникаций, водопровода и канализации. Начато строительство дороги. До всего мы будем работу завершать. Где-то в первом полугодии мы закончим внутреплощадочные коммуникации. И во втором полугодии мы выйдем 2014 года на внеплощадочные коммуникации. То есть это до точек подключения энергообъектов. Это подстанция Новый Город, это к точкам подключения водоканала. Нам здесь удобно, у нас проходит газопровод высокого давления, мы к нему подключаться будем. Финансируется эта часть работ в соотношении один к четырем. То есть на каждый рубль, выделенный республикой, федерация дает четыре. В итоге Чувашии работы обойдутся в 50 миллионов, а госказня, соответственно, в 200 миллионов. После того, как с инфраструктурой закончат, предприятия, которые планируют разместить здесь производство, то есть резиденты, смогут приступить к строительству своих объектов. Те компании, которые захотели заявиться, они заявили. Сегодня у нас на 10 участков разлинован индустриальный парк, 7 компаний сегодня мы заключаем соглашение, 3 компании они у нас в шорт-лицет. То есть сейчас они подготавливают документы для принятия участия в аукционе. Таким образом, если все пойдет по плану, в 2015-м на территории технопарка уже закипят строительные работы. По условиям договора начать строительство резиденты должны не позднее марта 2015-го года. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика. В столице завершается строительство жилого дома по улице Урожайная. Этот дом считался долгостроем. Первоначально застройщик задачи не справился. Дольщики остались ни с чем. После этого заказчикам определили городское управление капитального строительства. А прежний проект подверг скорректировке. На данный момент на блок-секциях двух подъездов завершена работа по монтажу каркаса и ограждающих конструкций. Идутся отделочные работы и завершаются работы по благоустройству. Другие долгострои в столице республики тоже близки к сдаче. Дошкольникам детские сады, школьникам, студентам и взрослым, тренажерные залы и бассейны. Срезу ряд социально значимых объектов распахнут свои двери в канун нового 2014 года. Сроки сдачи этого детского садика по улице Гладкова сдвигались не раз. Многие дошколята, живущие в этом районе, так и не дождались его открытия. Ситуация изменится уже в этом году, обещают столичные власти, ссылаясь на подрядчика. Эта комната уже практически готова? Да, эта комната готова. Два раза покрасили? Два раза покрасили, там осталось наличники, сейчас осталось светильники повесить, шторы и плитуса. 80% готовность? 80% да. 140 человек работают на объекте в две смены и без выходных. Специальная комиссия приедет сюда еще раз 20 декабря. Тогда и определится срок сдачи долгожданного детского сада. Но даже к концу года предупреждают строители, не все работы удастся завершить. Есть те работы, которые сегодня сделать на улице невозможно. И это будет сделано некачественно. Есть часть работы, которые он решает, но это временное решение. И в любом случае их придется корректировать. Даже дорогу здесь проложили, она временная. Потому что ее клали, во-первых, была грязь, да, и когда щебень укладывали, асфальт укладывали, он уложен с браком. Но тем не менее, мы решили запустить детский сад, чтобы дети пошли и у родителей не было проблем. К слову, здесь готовы принять три сотни детишек. Откроются 13 групп постоянного и две группы временного пребывания малышей. Чтобы приблизить долгожданное открытие, многие родители готовы каждый день приходить и помогать строителям. И родители, конечно же, с удовольствием приходят и помогают нам в организации уборки, в других каких-то моментах организационных. То есть родители готовы всегда прийти на помощь. Еще один Чебоксарский детский сад на 100 мест в декабре распахнет свои двери. Дошкольное учреждение встроено в многоквартирный жилой дом позиции 9 в микрорайоне университетский 2. Это уже второй подобный детский сад в столице Чувашии. Мне кажется, если сюда будут водить своих детей жильцы вот этого дома, а дом довольно-таки не маленький, здесь 15 подъездов, почти полтысячи квартир, сколько детей, а здесь всего-то на 100 мест, то я думаю, все удобства они как бы сами с вами говорят. Он будет муниципальный, значит, администрация города про его интерес сейчас изучает вопрос. Во встроенном детсаду практически все готово. Осталось завести мебель и оборудование, повесить занавески, купить игрушки. То есть здесь в зале осталось по сути только ползил? Только пол положите. Пол и исполнительные и щиты поставят. Взрослое население столицы без приятных сюрпризов тоже не оставят. Если строители уложатся в срок, то в дни новогодних каникул заработает ФОК на стадионе «Спартак». К услугам гаражан тренажерные залы, зал для волейбола, баскетбола и аэробики, два бассейна. Здесь одновременно смогут заниматься 150 человек. Новогодние каникулы чебоксарцы могут провести там. Галина Титарчук, Сергей Рябчиков, Республика. 268 домов признаны аварийными в Чебоксарах. Из них добрая половина находится в микрорайоне Богданка. Большинство уже давно подлежит сносу. Городские власти обещают расселить жильцов этих домов к 1 сентября 2017 года. В рамках муниципальной программы планируется переселить жильцов этих домов постепенно. Для 15 семей из аварийных домов Чебоксар уже куплены квартиры в микрорайоне Новый город. Они смогут переехать туда уже до Нового года. К концу 2014 года будут расселены жители 41 дома. Переселение жильцов из домов в районе Богданки является наиболее приоритетным, так как уже в 2009 году эти дома были признаны опасными для проживания. Именно на них и будет сконцентрировано особое внимание, утверждают в администрации города. Обаятельные, привлекательные, а еще состоявшиеся в бизнесе. Республиканский женсовет организовал в Чебоксарах слет женщин-предпринимателей. Вероятно, тем немногим мужчинам, которые присутствовали в зале Дома правительства, было непросто сконцентрироваться на вопросах собрания. Из 26 районов и городов республики в столицу съехались представительницы прекрасного пола, которые не только работают, но и являются работодателями. Мне приятно в целом, что очень много предпринимателей сегодня женщин. Это видно активно по конкурсам, которые проводятся тем же Министерством экономического развития на поддержку малого и среднего бизнеса. Вид о том, что предпринимательство не имеет половых границ. То есть, в принципе, главное, чтобы человек хотел заниматься предпринимательством, был активным, имел жизненную позицию. Ну а органы исполнительной власти, муниципальные просто помогали предпринимателям. В формате круглого стола бизнес-леди делились опытом успешного в ведении дела, обсуждали проблемы и задавали интересующие вопросы представителям власти. Женщины могут справиться с гигантскими нагрузками. Они обладают упорством, исполнительностью, энергичностью, способностью длительно напряженно работать. Это не мои слова, это статистика. И особенно осторожно в принятии решений. Они обладают интуицией, в отличие от мужчин. И вот все это, весь комплекс вот таких вот качеств женщины позволяет нам как-то находить себя в этом океане предпринимательства, найти ту интересную стезю, ту интересную работу, которую мы берем на себя и развиваем. Подобный слет прошел впервые, но вполне вероятно, что идея превратится в традицию. Чувашия готовится к проведению эстафеты Олимпийского огня. По Чебоксарским улицам факел принесут более 160 человек. Политики, артисты, журналисты, известные спортсмены. Национальное телевидение Чувашии начинает цикл сюжетов о героях Олимпийской эстафеты. Возглавить ее должен чемпион Олимпийских игр советский лыжник Владимир Воронков. Владимир Воронков родился в деревне Корезино Комсомольского района. Лыжами он увлекся участь в школе. Первые победы не заставили себя долго ждать. Владимир принимал участие во многих соревнованиях. Всесоюзное золото ему удалось завоевать в 64-м году на турнире общество «Локомотив». Именно тогда в нем заметили перспективного спортсмена. Спустя два года Воронков стал запастным в сборной команде Советского Союза. Боевое крещение прошел в Швеции, обойдя на дистанции известных мастеров. Но одной из самых дорогих его наград стала золотая медаль на Олимпиаде в Саппоро в эстафетной гонке. Владимир Воронков заслуженный мастер спорта. Его именем названа спортивная школа в Канаше. И это не случайно. На протяжении девяти лет он тренировал молодых лыжников, которые тоже стали призерами Олимпиады. Медрик Валев, Республика. Сегодня, во второй половине дня, в Республике начался снегопад. Синоптики прогнозируют, что за несколько часов может выпасть до пяти сантиметров снега. Но из-за сильного ветра распределение снежного покрова будет неравномерным. Где-то пусто, а где-то вырастут огромные сугробы. Поэтому местами могут образоваться снежные заносы. Температура воздуха в течение дня будет слабо расти. К вечеру показания термометров повысятся до минуса шести и минуса восьми градусов. Но ощущаемая температура из-за порывистого ветра напротив понизится. В течение дня она будет составлять примерно минус 20 градусов мороза. Завтра также ожидается снег и возможно повышение температуры до 0 градусов. После 17 декабря вновь ожидается похолодание. Госавтоинспекция предупреждает водителей, что на дорогах в условиях плохой видимости надо быть предельно внимательными. Первое и наиболее важное соблюдение безопасного скоростного режима и дистанции. Будьте осторожны на дорогах. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова